Всем привет! Это Киноланья. У нас очередная неделя, очередная подборка новинок и, конечно, очередная бомбовская премьера. О ней мы сейчас и поговорим. Итак, если на прошлой неделе мы говорили о глубокой супергеройской драме, то теперь в центре нашего внимания убойный боевик, в котором целых два Уилла Смита. Говорим и показываем фильм Гемини. Коротко о сюжете. В центре истории перевоклассный киллер Генри, который уже давно отошел от дел. Но вдруг на него начинает охоту таинственный незнакомец. Он идет за ним по пятам и будто бы предсказывает каждый его шаг. И только когда они встречаются лицом к лицу, Генри поймет, что ему предстоит биться с самим собой. Причем биться Генри предстоит со своей гораздо более молодой версии. Джуниору всего 23. И обоих героев Уилл Смит сыграл сам. Первого, как говорится, без фильтров. Второго, обвесившись тонной аппаратуры. Оба выглядят максимально реалистично. Вообще, эту историю пытались снять на протяжении 20 лет. Вот только настолько омолодеть актера, да еще и поставить его в кадр с самим собой, технической возможности не было до сих пор. Теперь видите, до чего техника дошла? Пожалуй, главное в этом фильме, если не считать двойной дозы Уилла Смита, это визуал. Гемини – это фильм, который нужно смотреть на большом экране или не смотреть вовсе. Его снимали со скоростью 120 кадров в секунду. Для сравнения, среднестатистические фильмы снимаются со скоростью всего 24 кадра. Что это значит? Это значит, что в Гемини картинка будет максимально реалистично и вы будто окажетесь одним из участников всех событий. Ну и все критики сходятся во мнении, что вы обязательно должны посмотреть Гемини именно в 3D. Такого вы еще не видели. Итого, почему стоит смотреть Гемини? Во-первых, чтобы увидеть сразу двух Уиллов Смитов, каждый из которых играет просто идеально. Во-вторых, чтобы насладиться качественным 3D, какого вы не видели уже много лет. Ну и в-третьих, чтобы посмотреть крутые сцены драк и погонь. Качественный боевик с шикарной картинкой. Вам точно надо видеть это на большом экране. Гемини, конечно, не единственная премьера. На этой неделе ловите нашу веселую и разномастную подборку новинок. На больших экранах стартует новый фильм Вуди Алина «Дождливый день в Нью-Йорке». Мастер собрал в нем ярких молодых актеров Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Селену Гомес, Диего Луну и добавил к ним великолепного Джуда Лоу. Приправил все это классической алиновской атмосферой и иронией. В центре истории окажется молодая пара. Он из состоятельной семьи Нью-Йорка, она из небольшого городка в Аризоне. Юноша мечтает показать ей свой любимый город. Но один дождливый день в Нью-Йорке изменит их жизнь навсегда. А еще в кино показывают ленту «Девушки бывают разные». Это история о трех друзьях, решивших покататься на серфе в Мексике. В первый же день они устраивают знатный кутеж, а на утро ничего не помнят. Позже выясняется, что ночью парни страшно навредили международному криминальному авторитету Хуану, который теперь хочет их убить. Скрываясь от преследования, они переодеваются в девушек и участвуют в женском турнире по серфингу. Победа поможет выиграть им 100 тысяч долларов и выбраться из страны. Кстати, продюсировал и писал сценарий этой комедии наш земляк Чермен Хадиков. В кино также показывают российский триллер «Болевой порог». По сюжету в результате скандального ДТП четверо москвичей, двое друзей и их девушки вынуждены уехать из столицы в горный Алтай. Они хотят расслабиться и отдохнуть, но вновь попадают в экстремальную ситуацию, где каждый проявит свой характер и столкнется с собственными демонами. А еще вы можете посмотреть комедийный ужастик «Маленькие чудовища». Учительница начальных классов, она же Люпита Нионга, везет группу детей загород на экскурсию. Но вдруг в округе происходит вспышка зомби-вируса. Чтобы спастись и не травмировать детскую психику, женщина убеждает малышей, что все эти зомби, кровь и кишки не настоящие, а все происходящее – игра. Ну и в финале очередная серия мультфильмов про мега-щенков для самых маленьких зрителей. На этот раз мега-щенки должны будут остановить расшалившихся супер-котят и навести порядок в бухте приключений. Также зрителей ждет волшебная серия о Шиммер и Шайн, в которой герои вместе с Леей и их подружкой дракона-наездницей Фарнас должны добраться до драконьего камня и вернуть его. Кстати, вы уже посмотрели Джокера? Нет? Тогда у вас еще есть время посмотреть кино про культового клоуна. Ну и сходить на еще несколько премьер прошлых недель. В этой рубрике у нас тоже фильм, в котором два Смита. Вот только здесь актеров действует, двое – Уилл и его сын Джейден. Итак, советую всем и каждому драму «В погоне за счастьем» – одну из самых сильных картин с Уиллом Смитом. «В погоне за счастьем» – история отца-одиночки Криса Гарнера. Он воспитывает пятилетнего сына, но в жизни у них все максимально непросто. Их выселяют из квартиры за неуплату, но даже оказавшись на улице, Крис не стал сдаваться. Он устраивается стажером в брокерскую компанию, рассчитывая получить должность специалиста. Только на протяжении стажировки он не будет получать никаких денег, а стажировка длится шесть месяцев. Непростое испытание, которое ему предстоит пройти вместе с сыном. Вся история в этом фильме основана на реальных событиях с небольшими изменениями для большего драматизма. По сути, на месте Криса мог оказаться кто угодно, вот только не у всех хватило бы сил и мужества бороться. Пожалуй, в этом и есть главный посыл картины – никогда не опускать руки. Главная экранная пара Уилл и Джейден Смиты играют максимально сильно. Для Уилла эта роль, пожалуй, одна из самых драматичных за всю карьеру. Именно поэтому он был номинирован за нее на Оскар. Джейден же в этом фильме максимально искренний и настоящий. А еще химия между отцом и сыном, которую им даже не пришлось играть. Погони за счастьем можно вынести в отдельную категорию фильмов, главная цель которых – мотивировать других, заставлять их менять в своей жизни что-то к лучшему, не опускать руки. Два часа просмотра – и вы точно захотите перемен. А разве не это главное? Ну а у нас на этом все. Смотрите хорошие фильмы и увидимся в кино.